Громкая история о вызволении тюменца из рабства, облетевшей новостные ленты на прошлой неделе, заставила сопереживать многих. Речь о Викторе Пенигине. Как сообщалось, у него потеря памяти и инвалидность первой группы. С подопечным центра милосердия встретились мои коллеги и узнали, что произошло на самом деле. Я уже сбегал отсюда. Мне нравится здесь. Здесь одна девушка бы была у меня. Любовь моя. Я ее любил. А потом она ушла, я за ней ушел. И так я и пропал. Тепло, сытно, но в стенах милосердия Виктору Пенигину не живется. Признается, книги не читает, с соседями по комнате не общается. Душа требует свободы. Меня по телевизору показывали. У него родственников нет. Он один-единственный. И вот они пришли меня навестить. С ними Виктор уехал из Тюмени в новую счастливую жизнь. А оказался, как писали в новостных лентах, в рабстве в республике Башкортостан. Я на улице стоял и попрошайничал. У меня где-то рублей 15-20 тысяч в день выходили. А потом плюнул на них. В родной город Тюменца вернули волонтеры поискового отряда «Лиза-Алерт». Сейчас Виктор вновь в центре милосердия. Ему помогают вылечить обмороженные пальцы и оформить инвалидность. То есть он раз приходит, уходит. Не получается успеть оформить ему даже инвалидность. Мы восстановили документы ему в свое время. Начинали оформлять инвалидность. И вот последний раз-то вот эти псевдородственники приехали. Он их признал. Что мы сами там ему оформим инвалидность. Ну, хорошо. Я-то всегда только рад, если родственники находятся и как-то соединяются. А еще Виктор искренне верит, что сам он ни в каком рабстве не находился. Я бы ездил на работу, но в рабстве я не был. И в этом, как считают милосердии, проблема большинства бездомных, оказавшихся в подобной ситуации. Люди, которые пользуются, так сказать, уязвимостью человека для того, чтобы излить какую-то материальную выгоду. То есть мы называем это рабство. Нужен отдельный закон, который будет каким-то образом защищать бездомных. Какое ведомство-то будет ответственно за то, чтобы люди не были на улице и никто их не эксплуатировал. Сотрудники милосердия намерены возобновить работу по оформлению инвалидности. А у Виктора свои планы. План у меня выехать отсюда, от милосердия выехать подальше, малыш. А куда подальше? На улице, на Ленина. Вот так вот. Но там же зима, холод. Куда вы? А летом зимы-то нет, не будет. Наталья Жукова, Александр Старожук, Тюменская служба новостей.